Продолжение следует... 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 офис или торговой площади, которые требуют серьезной доработки. Итак, условия применения этого ФСБУ, этого пункта ФСБУ для арендаторов. Условий не так много. Во-первых, учет договора аренды, по которому мы приобрели право пользования помещением, он должен с самого начала вестись по правилам ФСБУ-25. Эти правила присутствуют, они сейчас разъясняются Минфином активно. Потому что ФСБУ в сложности не составит найти эти правила. Дальше, плательщикам налогового имущества по предмету аренды должен оставаться арендодатель. Это условие обычно отражается в договоре при определенных гражданско-правовых регулированиях вопросов. И третий пункт, неотделимое улучшение предмета аренды осуществляется арендатором до начала использования предмета аренды в порядке доведения до состояния готовности. То есть мы должны осуществить неотделимое улучшение не после того, как мы начали использовать помещение уже в целях, в которых мы его приобрели в аренду, а до того. В принципе, условия выполнимые и достаточно просто их исполнить. И коротко вывод скажу, что мы видим, что при применении ФСБУ-25 арендатор может реально экономить на налоговое имущество, потому что применение по неотделимым улучшениям в виде налогового имущества является достаточно серьезным. Можно применять с 2019, но сейчас это уже не очень актуально, мы больше на 2020 ориентируемся, но те, кто применял, то они могли применять с 2019 года. И то есть если неотделимые улучшения созданы, например, еще в четвертом квартале, то можем уже применять к отчетности за 2019 год, а в 2020 году тем более. И второй пункт, который я хочу наиболее интересным, наверное, по ФСБУ-18, коротко осветить по нашим изменениям, которые сейчас уже работают. У нас, как мы все знаем, сейчас действует новая редакция ФСБУ-18, она начинает свое действие с отчетности 2020 года, то есть она является обязательным. И сейчас я немного рассмотрю, какие основные изменения, что нужно сделать в переходный период, каким образом это будет влиять на наши отчеты финансовых результатов. Но, во-первых, все наши ПГУ, все корректировки, даже ФСБУ, которые сейчас вводятся, они приближают нас к международному стандарту финансовой отчетности, и конкретно новая редакция 2018-го ПГУ приближает нас к АС-12 по налогу на прибыль. В новой редакции введено такое понятие, как балансовый метод, и произошли некоторые изменения в оценке показателей бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и их оценки. От нас, что новая редакция требует? Требует внесения определенных корректировок и переориентации подхода к расчету налога на прибыль и отражения его в бухгалтерской отчетности. Каждому из главных бухгалтеров нужно выбрать один из способов, по которому мы будем производить учет наших разниц. Балансовый – это новый метод, и пооперационный. Пооперационный – это тот, который присутствовал до настоящего времени, в 2019 году и ранее. Этот способ, в принципе, остается, но методологи и рекомендуют, и наш даже учетный центр рекомендует все-таки рассматривать приоритетный балансовый метод, поскольку он станет наиболее простым и удобным, когда вы начнете его применять в этой памяти. И нужно понять, каким образом у нас сформировались разницы, правильно ли они были сформированы на 1 января 2020 года, потому что сейчас уже все отчеты финансовых результатов, которые сформироваются на данный момент, они являются более прозрачными для налоговых органов и контролирующих органов. Разъясню, почему. И запросов в связи с корректировками, которые ранее мы осуществляли по пооперационному методу, гораздо было бы больше, если бы мы использовали его. Значит, что у нас в переходный период осуществляется, какие новые термины введены. При старом способе, который мы использовали, текущий налог на прибыль считали прямым способом, то есть сравнивали налоговые доходы мы и налоговые расходы. При использовании балансового метода мы используем сравнение стоимости активов и обязательств в налоговом и бухгалтерском учете. Для этого мы ведем соответствующий реестр, где оцениваем активы и обязательства по разным способам, в налоговом учете и в бухгалтерском учете, и производим сравнение. Далее мы по-новому производим расчет текущего налога на прибыль, он у нас теперь равен данным налогового учета, то есть это налоговая декларация по налогу на прибыль, данные будут идентичны, и балансовая стоимость актива у нас это соответственно данные баланса, налоговая стоимость – это показатели в налоговом учете оценки. Временная разница рассчитывается у нас не путем сравнения доходов и расходов, а путем сравнения балансовой стоимости активов и налоговой стоимости активов, соответственно, балансовой стоимости обязательств и налоговой стоимости обязательств. Я привела несколько примеров, вот один из примеров применения балансового метода. Например, стоимость товара в бухгалтерском учете у нас составляет 100 рублей, стоимость таких же товаров в налоговом учете составляет 120 рублей. В бухгалтерском учете, например, создан резерв под обесценение товаров, соответственно, оценка у нас меньше, чем в налоговом учете. Объясняем разницу. В балансе мы имеем 100 рублей в регистрах налогового учета товара, так как еще не продали числится в той оценке, которую мы сформировали для цели налогообложения, это 120 рублей. Таким образом, 100 рублей в бухгалтерском учете, когда организация уже будет продавать свой товар, упадет в отчет о финансовых результатах, а в бухгалтерском учете это будущие доходы, то есть это дебет 90.02, кредит 41. В налоговом учете что происходит? Это будущие расходы. Значит, если мы сравниваем бухгалтерский учет 100 рублей и 120 рублей в налоговом учете, то мы говорим, что в будущем расходов в бухгалтерском учете у нас уже будет меньше, а в налоговом учете будет больше. Вот именно эта разница, такой способ оценки приведет у нас к возникновению разницы в 4 единицы. Это отложенный налоговый актив. И возникает, соответственно, таким образом, что мы умножаем разницу на ставку налога 20%. Это мы произвели путем сравнения балансовой стоимости актива и налоговой стоимости актива. Эта сумма 4 единицы, она в будущем как раз увеличит нашу налогооблагаемую прибыль. И таким образом мы определили, какие суммы окажут влияние на текущий налог на прибыль, но уже в будущем. Вот эти 4 рубля, которые затем будут отражаться в отчете финансовых результатов, они как раз и повлияют на наш налог на прибыль в будущем. Это коротко о балансовом методе. Теперь по вопросу переквалификации разниц. Самый главный вопрос, который присутствует сейчас у бухгалтеров, их часто задают, что же нам делать с разницами, с остатками по счетам 0,9 и 0,77. Потому что новая редакция ПБУ, она произвела переквалификацию достаточно серьезных некоторых разниц. И новая редакция говорит, что разница из-за любых резервов, которые сейчас образуются, она определилась как временная разница. То есть любые резервы, которые присутствуют в бухгалтерском учете, отсутствуют в налоговом, будут квалифицироваться как временная разница. Далее. С 1 января 2020 года для всех организаций, независимо от того, какой способ выбрали учет разницы, при переоценке возникает временная разница. Также существенное изменение, то что ранее переоценку по счету 83 мы не отражали на нем, а отражали в составе прибыли уже или расчетов по налогу на прибыль. Теперь переоценка по основному средству отражается, естественно, на счете 83. И когда налог от переоценки основного средства также мы рассчитываем, то образованная разница также учитывается на счете 83. Это осуществляется с целью того, чтобы у нас вышла разница корректная в отчете финансовых результатов. Если мы будем отражать по-другому, то никаким образом мы налог на прибыль в отчете финансовых результатов верно не посчитаем. То есть в ППУ в принципе делается логичный вывод о том, что если организация производит переоценку основных средств, у нее просто нет права оставаться на старом методе по операционному, и она обязана перейти на балансовый метод. Иначе расчет налога на прибыль будет некорректным. Далее у нас введено понятие расхода или дохода по налогу на прибыль. Под расходом или доходом мы понимаем сумму, которая признается в отчете финансовых результатов в качестве величины, которая уменьшает или, соответственно, увеличивает прибыль для цели налогового обложения. Ранее такого понятия у нас не было. Значит, подводим короткие итоги, что разница из-за любых резервов у нас это временная разница. Переоценка это тоже временная разница, которая также отражается на 83 счете, и разница от переоценки тоже отражается на 83 счете. О чем мы, в общем-то, и зафиксировали, что налог от переоценки основных средств, которые образуются, также мы отражаем на 83 счете. Итак, отвечаем на вопрос, каким образом величина наших разниц формирует чистую прибыль. Это достаточно очевидно. Мы уже говорили о том, что мы сравниваем не доходы и расходы, а балансовую стоимость актива и балансовую стоимость обязательств. И изменение процедуры, в принципе, не ведет к изменению результата, потому что временная разница, как мы уже рассчитывали на примерах ранее, получается те же. Но проводки нужно будет делать на последнее число каждого месяца. В новой форме отчета финансовых результатов нам не нужно показывать теперь ПНД и ПНР, они раскрываются в пояснении к бухгалтерскому балансу отчета финансовых результатов. Таких строк теперь у нас просто нет. Налог на прибыль по отчету финансовых результатов, который вычитается из налогооблагаемой прибыли, будет равен при применении балансовым методом, естественно, сумме текущего налога по налоговой декларации. И отложенному налогу на прибыль, который, естественно, может иметь и отрицательную, и положительную величину. Таким образом, чистая прибыль получается в результате вычитания из прибыли до налогообложения налог на прибыль. А налог на прибыль сам по себе равен текущей налог на прибыль, которая отражается в налоговой декларации и, соответственно, в отчете финансовых результатов по соответствующей строке. Плюс-минус нашей разницы, которую мы вывели на 0,9 или 77 счете. У меня здесь перевело изменение формы бухгалтерской отчетности, которую теперь мы видим, что у нас появилась строка налог на прибыль, которая называется, которая состоит из текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. Это вот формула внизу, которую мы сейчас рассмотрели с вами ниже. Корректировка разниц, переходный период. Достаточно часто вопрос, о котором мы говорили чуть-чуть раньше, про 0,9 и 77 счет. Что нужно с ними сделать, каким образом нужно скорректировать. Мы говорим о том, что организация должна все разницы, которые она ранее учитывала, неправомерно считала постоянным, превратить или восстановить. Во временные разницы на 1 января сделать соответствующую проводку, в зависимости от того, какие разницы у вас образовались. Проводка делается с 84 счетом, соответственно, 0,9, кредит 84 или дебит 84, кредит 77, в зависимости от того, какая разница у вас вышла, что у вас получилось. То есть, если при сопоставлении балансовой стоимости активов и обязательств у нас выявляются разницы, которые в прошлом организация, например, неправомерно трактовала как постоянные, то в связи с переквалификацией сейчас, например, временные образовались, или просто разницы, которые были не учтены, необходимо было на 1 января, но, в принципе, наверное, сейчас еще не очень поздно, лучше поздно, чем никогда, нужно сделать проводку на недостающую сумму разницы или скорректировать. Соответственно, как мы уже говорили, 0,9, 84 или 84, 77. То же самое организация осуществляет в бухгалтерской отчетности, но в режиме, в кавычках, ручных корректировок. То есть, мы должны исправить сайты по 0,9 счету и 84 счету, соответственно, отступив назад ретроспективно, 18 и 17 год. При этом особо отмечаю, что никаких проводок в бухгалтерском учете организация не формирует. Создается только лишь бухгалтерская справка, на основании которой мы делаем корректировки отчетности. Особо обращаю внимание, что если по объектной отчет разницы ввелся ранее корректно организации, то есть все разницы были учтены правильно, то переходного периода никакого у организации не будет в принципе. Но для того, чтобы в этом убедиться, нам нужно все свои разницы проинвентаризировать, понять, правильно ли мы их учитывали и соответствует ли это новой редакции ПБУ-18. И приведу пример корректировки. Достаточно частый запрос к нам поступает по поводу обращающихся ценных бумаг в 2020 году, которые нужно произвести. Вот мы рассмотрим, значит, пример, условия применения новой редакции и присутствие бухгалтерского учета финансовых вложений в виде ценных бумаг, которые обращаются на рынки. Последовательность действия какая должна быть? Первое. Нам нужно понять информацию, поднять информацию о стоимости покупки ценных бумаг, которая была сформирована, которая формировала налоговую стоимость актива. Далее мы должны собрать информацию о переоценке, поскольку она по-разному учитывается. Переоценки, которая происходила в 2018-19 годах, ранее, которая, возможно, происходила, в зависимости от того, когда приобрели ценные бумаги в бухгалтерском учете. То есть извлечь бухгалтерскую стоимость актива на 31-12-19 с момента, когда были приобретены для сравнения с налоговой стоимостью. Дальше производим сравнение стоимости бухгалтерской и налоговой, которая у нас появилась на 31 декабря 2019 года. Если бухгалтерская стоимость у нас больше налогов, то в 2020 году, соответственно, мы формируем проводку Дебит-84, Кредит-77 на сумму выявившейся разницы. Ценные бумаги, например, были приобретены в 2018 году за 100 рублей, да, конкретные цифры, налоговая стоимость на 100 рублей, в 2018 году переоценка произошла на 100 рублей, в 2019 еще переоценка на 50 рублей. То есть таким образом мы видим, что на 31 декабря 2019 года бухгалтерская стоимость равна 250 рублей, с учетом двух переоценок, которые произведены ранее. Налоговая стоимость при этом не изменилась, она осталась в стоимости 100 рублей, 100 единиц. То есть на 31 декабря у нас по новой редакции ПБУ должна быть образована налогооблагаемая временная разница в размере 150 рублей. 250 рублей – это переоценка, которую мы произвели, минус 100 рублей. При этом отложенный налоговый обязательство, которое у нас формируется, 150 рублей умножить на 20%, это 30 рублей. На эту сумму отложены налогообязательства, общество им должно сформировать в 2020 году и сделать проводку дебет 84, кредит 77 уже на образованную разницу 30 рублей. При этом на финансовые результаты 2019 и 2018 годов, сформированная в 2020 году нами проводка, никак не повлияет и не учитывается при формировании чистой прибыли 2019 года. Эти вопросы часто задают нам. Мы говорим, что проводки в 2019 году мы не делаем, поэтому никаким образом на чистую прибыль это не повлияет. 2020 год будет идти сам по себе и будет формировать финансовый результат по новым правилам ПБУ-18 своим путем. Дальше у нас есть также, продолжаем, при формировании отчетности в 2020 году осуществляем ретроспективный пересчет показателей отчетности за 2020 год по статьям, нераспределенная прибыль и отложенные налоговые обязательства на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года. Производится именно в бухгалтерском балансе. Также корректируем показатель отложенный налог за 2019 год в отчете о финансовом результате за 2020 год. Таким образом, бухгалтерская отчетность за 2020 год будет сформирована уже по новым правилам. Мы отражаем эту информацию об изменениях, о корректировках в разделе 2 отчета об изменениях капитала за 2020 год и раскрываем изменения в соответствии с ППУ в пояснениях по бухгалтерскому балансу отчета финансовых результатов за 2020 год. Здесь же мы указываем причины таких изменений и причины корректировок, которые произошли. Я надеюсь, что вам было понятно. На самом деле здесь система достаточно простая, просто нужно разобраться на конкретных цифрах и несколько раз посмотреть и просчитать свои разницы. Также я вам напоминаю, что курс Ирины Лихенькевич, который доступен у нас при заполнении анкеты, он о том же, о чем рассказала я, только более подробно, с более подробными инструкциями. Он достаточно большой, но это стоит того, чтобы его посмотреть и понять, каким образом те или иные разницы будут отражаться у вас, потому что это, конечно, влияет на самый важный показатель отчета о финансовых результатах, на чистую прибыль. Наталья, у меня все. Ой, спасибо большое. Спасибо не только от меня, от всех слушателей, как раз вот пишут. И есть вопросы, естественно. Так. Вопрос от Дарьи. ПБУ-1802 применяется в годовой отчетности за 2020 год? В обязательном порядке, да, ПБУ-183 применяется в 2020 год. И сейчас мы уже должны быть во всеоружии, полностью уже отражать все разницы, но в соответствии с новым ПБУ-18. Понятно. Вопрос от Марии. Так, поясните, пожалуйста, про случаи возникновения временных разниц. На самом деле, конечно, случаи возникновения временных разниц много, их огромное количество. В ПБУ-18 они указаны в виде таблицы, да, там есть конкретные примеры. Каждый конкретный пример нужно рассматривать самостоятельно. Мы говорили только о том, что, например, отдельные разницы теперь классифицируются как временные, например, как резервы, да, отсутствие или наличие резерва налоговым и бухгалтерским учебным. Хотя ранее это был спорный вопрос, да, поэтому я уделила внимание именно этому вопросу, потому что многие путались в нем, каким образом, что образуется, какая разница, временная или нет. Теперь ПБУ об этом четко говорит. Остальные варианты просто многогранного возникновения временных разниц, достаточно большого количества, поэтому рекомендую открыть и посмотреть или задать нам вопрос консультационный, да, какая-то разница будет. Нужно рассматривать, конечно, конкретные примеры. Да, конечно, Мария, с удовольствием ответим. И последний вопрос от Светланы. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут не применять ПБУ-1802? Так вот вопрос, как для данной цели определяются субъекты малого и среднего предпринимательства? Субъекты малого и среднего предпринимательства у нас есть определенные критерии, да, определения, мы попадаем под эти критерии, нет. Также рекомендую вам зайти в закон о малом и среднем предпринимательстве, там эти все критерии указаны. Помимо того, мы можем легко узнать, относимся ли мы к субъектам, зайдя на сайт Малог.ру и вбив туда свой ИНН, и мы увидим, находимся ли мы в реестре субъектов среднего и малого предпринимательства. И да, действительно, они могут не применять, но опять оговорюсь, что если организация подлежит обязательному аудиту, то она не имеет права уже составлять упрощенную отчетность и применять, не применять ПБУ-17, потому что организации, которые подлежат обязательному аудиту, составляют по полной программе всю отчетность и применяют все ПБУ, которые у нас должны применяться и обычными, не субъектами. Поэтому рекомендую все-таки вам сначала понять, да, относитесь ли вы, не относитесь, залезть на сайт Малог.ру, а затем посмотреть, подлежите ли вы обязательному аудиту. И тогда, если есть в реестре и не подлежите обязательному аудиту, то смело можете их не применять ПБУ-17, радостно. Да, спасибо, Оля, большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!